Welcome, welcome, welcome! Я молодец, микрофон выключен, а я болтаю. Я только сейчас заметил, думаю, а что люди пишут про welcome, welcome, welcome? Кто, кто такой умный и не пришел на начало welcome, welcome и пропустил все это дело? Да, говорят, тебя не слышно. Я с тобой не разговариваю фолиум после этого всего. Короче, что я тут рассказывал? Ой, боже мой, столько я всего рассказывал. В этом году голосование аналитики проделали 3-2 Фрост Куренко, 3-0 проголосовал Папа Смитти был по центру, не помню. И 3-1 Азаэль проголосовал. Специально проголосовали все за команду Royal Never Give Up для того, чтобы не ошибиться сегодня, потому что я тоже считаю, что победит Royal Never Give Up, но считаю, что у них гораздо меньше шансов победить, фанатикам, я имею в виду, гораздо меньше шансов победить Royal Never Give Up, чем вчера было у команды Misfit. Напоминаю, что Misfit и победили целых две игры у команды SKT. В третьей игре, которая могла быть их победной, они не дотащили, счет 3-2, проиграли. Но что касается сегодняшней встречи, я думаю, это будет 3 очка за... Наверное, 1, 3-1, все же я отдам одну возможную какую-то победу команде фанатик, где, ну, наошибаются Royal Never Give Up, овцы. Ну и еще, что я там говорил? Ну, уже надо забыть о том, о чем я говорил, надо говорить то, что есть самое начало. Стрим начался с этих слов, все верно. Но я запись заново запустил, поэтому стрим теперь уже с других слов начнется. Я говорил про Минго Леону, что если посмотреть его статистику, он один из тех игроков, которые Леону тоже играл. Леону он гонял у нас в китайском ладере, в китайском чемпионате. Также и, возможно, есть варианты для команды Royal Never Give Up сыграть через Минго на Леоне. Но он ошибается и берет, как мне кажется, ошибается и берет Сараку. Ту самую Сараку, на которой они проиграли одну единственную игру на этом чемпионате, когда они пикнули Сараку и получили просто массовый бэбисит на бутлейне и разгром этой бедной Сараке с массовым ингейджем. Команда Фанатик вполне реально может сейчас через это сыграть, тем более, что у них все пока есть для этого. У них есть скорость передвижения. Вот Северки, у них есть Грагас, и можно просто добавить еще инициаторов двух чемпионов, которые будут просто цепляться за бедную Сараку и уничтожать ее. И дальше без Хила, без Орден Цензора останется команда Ройл Нару Гивап, и любой тимфайт, соответственно, проиграет. Тут, да, нам говорят, что Сарака в некотором роде лейн-каунтер на линии контракт Жанья. Ну, вообще, почти все хиллеры на линии являются контракт Жанья, в том числе и нами, и Сона, и Сарака тоже. Все эти чемпионы могут спокойно аутсоустейнить, переживать Жанну вместе с ее Адекери, но проблема в том, что дальше у Сараки начинаются реальные проблемы, потому что ей тяжело. Посмотрим, как дальше будет выстраивать весь свой сетап команды Ройл Нару Гивап. Я бы им предложил забрать сейчас себе двух еще танков. Ну, вот они. Одного танка берут на топ, предварительно не забанив. Трандла против Суаза, и забанили они только Гнара. По мне, это ошибка. Талио забирает команда Фанатик, чтобы отрезать Сараку ту же самую. И вот можно Трандла взять чемпион, против которого нет ничего у команды Ройл Нару Гивап, если только это не Чигат Мид, и у них задумочка была сейчас взять против Трандла контрпик на топ. Но вряд ли это произойдет. Скорее всего, ребят, Чигат и будет уже стоять у нас на топе. Двойное подкидывание. Ну и Галлио закрыт, да. То есть на мид нельзя будет взять что-то наподобие Галлио. Придется брать что-то наподобие Синдры. Она же не забанена. Да, не забанена. Синдра против... Нет, они Рай заберут. Честно, Ройл Нару Гиваповцы. Я не знаю, как они собираются играть эту игру, но пока выглядят они на посос идут. Полнейший. Дело в том, что, ребят, у команды Фанатик отличная лейнинг-фаза. У них топ-лейнер побеждает, у них джанглер побеждает. Лейнинг-фаза. Потому что сейчас люди зацепятся и скажут, что я всегда говорил, что Сиджуани побеждает Грагоса. Да, но не на первые 6-7 левелов. Тут Грагоса доминирует. Так вот, Грагос побеждает, Трандл побеждает, Талия побеждает, Северка побеждает, Жанна проигрывает. Но опять же, насколько сильно она проигрывает, надо тут задуматься. И я думаю, что Сорака не сможет выдать те числа, которые сломают игру Жанни вместе с Северкой на этой линии. После чего начинается мидгейм, в котором, конечно же, команде РНГ хотелось бы использовать свою ульту. Но вот незадача. У них нет Игнаита. У них нет сильной линии на топе. У них нет сильного мидлейнера. И поэтому непонятно, чем будет заниматься Сиджуани, начиная с 6-7 левела. И мидгейм для нее пройдет под эгидой. Ребята, давайте в пятером объединимся, потому что 3 на 3 мы проиграем всегда. 2 на 2 мы тоже проиграем. 4 на 4. Еще кое-как мы можем выиграть. Ну, 5 на 5. Вроде у нас есть Сорака. Вроде у нас есть Чагат, Сиджуани. Давайте объединимся. Но в этот момент команда Фанатик, скорее всего, уйдет на боковую линию Капс. И будет через талию пушить. Северка будет стоять на миде. Трандл будет стоять тоже на боковой линии и пушить. Просто команда ФНК не даст ни одной битвы 5 на 5. Поэтому, скорее всего, мидгейм тоже выиграют. Фанатики. А вот в Лейте, тут вы меня спросите, кто же победит. А победит всегда команда, у которой есть Жанна. И, опаньки, мы получаем довольно добротный пик команды ФНК, который во всех стадиях матча будет лидировать. Я отдал бы предпочтение команде РНЖ, если бы на миде было что-то по типу Синдры. Я по этому Синдру им и дал. Но они Райза захотели туда взять. Надо настолько хорошо Райза сыграть от Джао Ху. В противном случае GGVP. Так, а что я еще говорил в запись? Сейчас листочки возьму. А, я про Леону сказал, да. Статистику я хотел сказать. То, что команда Фанатик и команда РНЖ это самые, наверное, тимфайтовые команды на чемпионате мира. Зачастую, как получалось, ребят, сейчас вы поймете меня. Все эти, обе эти команды играют вместе со своими игроками. То бишь, они не любят спритпуши, они не любят early game pressure, они не любят какие-то рандомные 3 на 3 сражения. Они стараются воевать именно 5 на 5 обе из этих команд. У них в этом смысле довольно похожая статистика. Обе эти команды хорошо рассчитывают на свои ходы керри. И, понятное дело, топ-лейнер и мид-лейнер постоянно прилетают туда, где начинает их ходы керри сражаться. Правда, kill participation у Минго повыше будет, чем у Джейзиса. У Джейзиса, если я правильно помню, 84%, у Минго 88% kill participation. Но если посмотреть все команды, то обычно у всех команд выделяется, например, топ-лейнер и мид-лейнер. Они оба имеют, ну, меньше процента kill participation, там 60% топ-лейнер обычно. Мид-лейнер там в районе 75%. То у команды фанатика, у команды RNG никакой, как бы, разницы нету между саппортом там и мид-лейнером. Там саппорт 88%, а мид-лейнер 81%. Там один килл без тебя сделают, ну и все. Ну, типа того. Это означает, что как раз команды абсолютно любят сражаться в пятером. И, скорее всего, мы с вами увидим много фарминга в early гейме, много фарминга в mid-гейме. И потом парочку таких добротных, красивых тимфайт комбо там на 20-25 минуте за нашора, за, там, допустим, третьего дракона, если он там будет какой-то важный дракон. В этой игре, кстати, с оушеном все началось. И посмотрим, как это будет работать. Суас у нас делает вниз на мид-лейнганг. Ждет он Грагас, когда подойдет. Выходит Суас чуть раньше, чем Грагас подошел, дает замедление. Грагас уже здесь, Жаоху пока не тратит свой флэш. Потратил, таким он, свой флэш на W-капсы. Хорошая ротация от Суаса. Оставаться ему здесь долго нельзя было, потому что, ну, больше вы заработали на этом летме. Там пропушить можно или, наоборот, подфризить. Как любить пропушивать, у тебя топпер в двух играх из трех фидзит. Тоже согласен. И летме, и Суас, не то чтобы летме является плохим топ-лейнером. Летме не отличается индивидуальным каким-то скиллом, чтобы убивать. Он обычно играет в этом чемпионате, по крайней мере. Только танков, а танки нужны здесь. Здесь показывают нам КДА как раз-таки другого игрока, это Капса. Сейчас давайте просто посмотрим. Урон ужасный у него был в первой неделе. Ужасный КДА. Во второй неделе он намного лучше заиграл. Перестал сплитпушить в первой неделе. Огромное количество сплитпуш игр он проводил, вы помните. А вот во второй неделе он повысил свое КДА до 5,6. Урон в минуту сделал всего 603. Ну, у этих команд вообще очень мало урона в минуту у игроков их. Потому что сражений как таковых не бывает. Там 2 на 2, 3 на 3, я уже говорил. Они ждут одного тимфайта и за счет него, в общем-то, выигрывают игру. Так обычно и получается у них. Я к Суазу сейчас вернусь. Нам статистику его не показали. Но у него 27 смертей. Один из самых высоких показателей по количеству смертей. И 1,9 КДА на этом чемпионате у Суаза. И при всем при этом он участвовал почти во всех сражениях своей команды. То бишь он фидит там, Space Creative создает. Потом на телепорте возвращается к своей команде. И разных чемпионов играл Суаз. У Суаза, если я правильно помню, Рамбл тоже был. Так что Рамбла, Чагата, Гнара, Трандла, Камилу. Все играл на этом чемпионате уже Суаз. И сплитпуш чемпионов, и тупо танков чемпионов. Шена ему, по-моему, не дали еще ни разу сыграть на этом чемпионате. Ну, что поделать. А Шена он бы с удовольствием сыграл. Просто против команды Фанатик чаще всего Шена-то и банят. Ой-ой-ой-ой, здесь ловится у Суазика. Он вынужден был отфлэшиться. Флэш не тратили оранжишники. Фиддит на топе, потом портится команде Фиддит там. Делает все для этого. Да. Горэда не было у него. Ну да, Горэна не было, согласен. 0-0. И, скорее всего, 0-0 будет еще оставаться минут 10. Здесь только какой-нибудь рандомный один килл не произойдет. Через шишку собирается Грагас сюда заходить. Перепрыгивает Брокса. Увидели. Брокс хилл тут прожимает УЗИ сразу же. Брокса дает замедление. Подкидывание идет по Жанне. Жанночку на... Ой, извините, по Саракочке. И Саракочку надо ловить. И это килл на Сараке. Ферстблот. И она потеряла, ребят. Оба саму не спела. А вы знаете, что это значит? Правильно. Это означает, что Сараку сейчас будут давить. Показывает нам Ферстблот за командой Фанатик на этом чемпионате. Очень высокий показатель. 60-почти 3%. В то время как за командой РНЖ всего 14%. Ниже них, по-моему, только команда СКТ по Ферстблоту. Они вообще их не совершали. А Фанатик и одна из лучших команд по Ферстблоту. Этого я, кстати, не знал. Я вот сейчас только это увидел. Но при всем при этом на этом Ферстблоте обычно все и заканчивается. Кроме ситуаций, где это можно эксплоутить дальше. А здесь это эксплоутить, ребят, можно. Давить, не использовать в свою пользу. Сарака без самунирспеллов осталась. Жанночка дала шикарное подкидывание. И даже учитывая, что стоял Вард, видите, это не помогло. Слишком агрессивно себя вела Сарака. Добежал до нее Джейзис, дал подкидывание. Бочка замедлила ее. Ну и потом пузом своим Брокс ее задел. Ну, это хорошо. Это хорошо. Европейцы получают себе фришную первую игру. Вопрос о том, смогут ли они ей воспользоваться. Понимаете, с одной стороны вы получаете фришную игру, а с другой стороны, если вы этой игрой свободно воспользоваться не сможете и не заработаете здесь себе победу, то как дальше бороться в этой серии с командой РНЖ, если даже в такой игре вы не смогли уже выиграть. Потому что мне кажется, это абсолютно свободная игра. У вас, ну, давайте я просто по стадиям игр проведу. То есть в ранней стадии игры, мне кажется, 80%, что должны фанатики выиграть. В средней стадии игры где-то 65% они должны выиграть. И в поздней стадии игры, или в лейтгейме, как я люблю говорить. Там порядка даже 80% я бы отдал. Просто потому что... Ну, там Жанна, а у них Сарака. И в Сараку три чемпиона могут влететь. Грагас, Сивирк та же самая. И та же самая Таля. Просто зафокусят Сараку, и никто ей помочь не сможет. А Тристана, она, конечно, сильная, но Сивирка ей не уступает. Ловит здесь Уаза, Суаз дает ульту. Ворует статы Лэтмика, но, к сожалению, недостаточно много статов у него еще. Связано это с тем, что у этого парня нет просто еще предметов. Они оба еще не бэкали с вас. Спейс Креатив сделал, как обычно, я вам про это говорил. И у нас команда Фанатик собирается делать Тауэр Дайв. Ладно, ловить надо Минга. Минга единственная, у кого нет самунирспеллов здесь. Поэтому свободно надо его в первую очередь убивать. А Капсу надо отсюда просто отойти в сторону. Телепортацию прожимает сюда Лэтмик, прилетает, но ничего это ему не даст. Киллов они здесь не заработают. Ну а Райз, как видите, вообще не может сравняться с Талей ни в коем случае. Но вот и Спейс Креатив. Созданное свободное пространство для команды, благодаря Суазовскому Фидорению. И Фидорения стала дарением смерти. Он же у того статы, да? Он, по-моему, у Лэтмин начал воровать. Вообще непонятно, в кого он ультанул, если честно. Он нажал, они там друг в друге стояли. И хрен поймешь, у кого он воровал статы. Но там не имеет значения, на самом деле, у кого бы он воровал. Оба игрока там без предметов еще. Надо было у того воровать, у кого больше ХП, по сути. Ну а минус Минг в очередной раз. Минг на этом чемпионате, напоминаю, играл одну игру уже на Сараке. И именно ту игру команда РНЖ проиграли. И самое смешное, что именно в той игре почти все смерти Минга и произошли. Минга довольно хорошая КДА. Кстати, по КДА. У Узи, самый высокий КДА среди вот этих вот игроков, среди 10. У него КДА на данный момент 24. 24, ребят, он сделал 28 килов в своей команде. И, по-моему, 4 смерти, если я не ошибаюсь. Ну, там еще ассисты были. При этом фарм у него 10,8 крипа в минуту. Я вам про это говорил уже. Кто-то спросит, ну а Рекласс, ты говорил, что Рекласс тоже хороший. Рекласса 10,7 фарма в минуту. КДА хуже 25 килов. По сути, они лидеры по убийствам на этом чемпионате. Ну, из оставшихся команд, опять же. 28 у Рекласса. Ой, извините, 25 у Рекласса, 28 у Узи. И Узи у нас в этой игре единственный титулованный, так сказать, игрок. Он двухкратный серебряный призер чемпионата мира. Хотя здесь нет серебра и бронзы. Но вице-чемпион, так посудить. Двухкратный. А вообще команда РНЖ трехкратный серебряный чемпион. Ну, если это можно тоже называть это серебром. Так, у нас здесь прилет идет от Суаза. Суаз будет цепляться за Жао Ху. Дает он по нему ульту. И тот отфлэшивается. Кубок ставит. Дает еще парочку автоатак. Попадает в Рун Призон. И оттуда уже не убежать. Но два самого Нижспела снял он Жао Ху. Тем временем у нас здесь какие-то проблемы у Северки. Она в соло мучается под вышкой. Вышка почти была убита Узишника вместе с Аракой. И команда Фанатик спускается вниз. Подпугивайте их. У Узи есть команда. Да, у Узи есть команда. У Реклоса... Ой-ой-ой, надо быть аккуратнее к Апсу. Апса здесь видит. Он пошел вниз, потом передумал. Пока РНГ играет лучше эту стадию. Все же киллов заработали больше команда Фанатик. Но мы видим, как РНГ безостановочно пушат. Они не хотят устраивать именно 5 на 5 сражения. Возможно, понимают, что их Сарака в данной стадии игры очень слабая. И Ферст Блатвышка уходит за Лэтми. Плюс Лэтми проигнорировал стандартные билды, которые можно делать на Чагата. Он решил не делать сразу Райтлос Глори, а купить себе Браулер. И потом только уходить в Райтлос Глори, чтобы Суас как можно дольше не мог его убить 1 на 1. Пока, если честно, Суас очень сильно проигрывает в этой игре. Сейчас кто-то в чате скажет. Но это и не удивительно, типа того. Но вот, просто он, получается, отдал килл на топе. Не совсем важный такой, нужный килл на топе. И у него сняли сначала флэш, потом он опять, можно сказать, фэйсчекнул те же самые кусты. Его там поймали, убили. Потом он сделал какой-то непонятный телепорт на мид, благодаря которому снял, конечно, Жао Худ Самунир Спеллы. Но, в общем-то, и все. А вышку все равно потерял на топе. Идет минус 20 фарма. Здесь телепорт кост them a top tower, говорят английские комментаторы. Стоило нажать телепорт? Не стоило. Пытается Брокса вместе с Капсом все еще спуститься вниз. Но у Минго уже Самунир Спеллы откатились. И, может быть, даже забить, пока стоит на него немножко. И подумать, допустим, о Чагате. Дело в том, что Чагат собрал сейчас кучу армора, но не собрал никакого магреза, ребят. И можно его за это погнобить. У вас здесь и Грага с магическим уроном есть. У вас здесь Италия есть с магическим уроном. И, главное, есть статы, которые сможет воровать Суас. А так как он собрал себе кучу армора, я про Чагата имею в виду, вы можете сразу же спокойно тавердайвить под вышку. Потому что вышка-то будет бить вас физическим уроном. И вы сможете ее танковать легко и непринужденно. Просто вот я вижу, как Чагат ушел. Посмотрите, как далеко. Почему бы его капсу здесь сейчас было не загангать. Сместиться туда, нажать ульту, отрезать. Он нажмет флеш, вы флешнитесь за ним. Кубок, замедление, перекидывание. Все как положено. И ничего Чагат сделать не сможет. Урона очень много вы нанесете. Ну, Синий Баф точно Чагату отдавать нельзя. Ну, что за бред. Грагас слишком много времени на бутлэйне проводит, мне кажется. Просто там и 3 на 3 сражения, мне кажется, даже могли бы выиграть. Минг здесь прыгает на Синий Баф. И Синий Баф команда Фанатика дает. Да, не получится здесь УСУАЗа обворовать. Смайт прожимает MLXG. Ну, а Грагас в наглую просто подходит к этой вышке. Пытается ее сломать. Ломать, будет ли Талисовская ульта. Готовит здесь Талисов свою ульту. Есть телепорт у Лэтми. Есть Райс со своей ультой, который тоже сюда может подойти. Но пока он сюда не смещается. Капс находит пинкварт и просто забывает об этом. Ну, минус вышка будет. Тауэр Дайва уже не будет, но минус вышку сделают команда. Фанатик выжили они из подвышки команды РНГ. И можно теперь дальше отправиться на фарминг. Но там по-прежнему Чагат. Чагат, который не собрал Магреза. И я считаю, это надо использовать. Почему Сараку не играет на топе? Потому что она не сможет отпушивать вейвы даже. И проиграет абсолютно всегда любому танку топ-лейнеру. Так, у нас здесь MLXG. Хочет поймать Реклоса. У Реклоса есть ульта. Есть его щиток. Получает хилу на Джезис. Джезис дает подкидывание. Пытается здесь прилететь Джаху и дать свою инициацию. Четыре самуниш спела потратила команда Фанатик. Но остались живы. После сломанной вышки они не сразу стреколились. Не сразу поняли, что надо идти под вышку. А допушили сначала крипов. Потом встали на открытом пространстве. Нажали Рекл. Ну и видите, чем это все закончилось. Капс хочет немножко тут УЗИшку поймать. Ну УЗИшка перепрыгивает. Пошла ульта. Капса. И он ловит, ребят, УЗИ. Сарака пытается вылечить УЗИ, но не получается. УЗИ умирает. Это редчайший случай, когда мы можем увидеть, что УЗИ погибает. Это все было сделано ответно. То есть, знаете, вы нам, а мы вам. Вы нашего Адекере помучили. Не отменили ему рекол. А мы вашему Адекере ставили пистоны за это. Ну как же Адесса-Арака с Вармогом? Ну да. Ой, здесь попытка от Брокса сделать инициацию. Не очень удачно. Дает он ульту. Выживет он, конечно же, потому что там уже подходит Рекласс вместе с Джейзисом. Рекласса нет ульты, к сожалению, чтобы ускорить свою команду и догнать Жаоху. Но они переместились на МИД. Капсу можно уже свободно уходить. Будет сейчас после бэка на бот-лейн. Либо даже всей команды пойти на топ. Ну а Капс тогда, соответственно, остается здесь. Отдавать Оушен Дрейка, забирать себе Геральда. И самое главное при всем при этом сломать еще вышку на топе. Отмстите фанатике за незаслуженный проигрыш команды Мисс Фит. Ну пока добрячком. Бодрячком, добрячком, как говорится. Бобрячком. Выглядит команда Фанатик. Достойно выступает. Но опять же, это все из-за Сараки. Мне кажется, этот выбор чемпионов может работать. Но только при условии, если оппоненты набрали жутко пассивных чемпионов. Вот, например, давайте возьмем команду РНЖ. Без обид к ним. Но вот против них как раз таки Сарака идеально бы работала. Потому что у них с инициацией проблемы. У них одна Сиджуани может сделать всю инициацию. То бишь, по сути, если Сарака стоит за спиной у кого-то, то никто до нее не доберется никогда в жизни. Плюс фэйсчекать кусты можно было бы там через своего какого-то... Ну вот поменять вот саппорты местами. И уже все, уже команда РНЖ в лейтгейме была бы сильнее. А здесь бы Сарака, ну просто балансировала бы это все. Вот против этой команды идеально. Вот Сарака бы подошла. То есть как бы получилось бы и Жанна им нужна. И здесь Сарака тоже неплохо бы сидела. Но это так, к примеру просто. Не сломали вышку на топе фанатики. Потеряли дракона, обменяв его на Рив Геральда. А вышку на топе решили пока не трогать. Просто сместиться на миг. Там сейчас начнется опять у нас это... Холи Вор по поводу заслуженной или незаслуженной победы. Она вчера уже была, это Холи Война. По поводу того, какой стиль игры использовала команда СКТ. И правильно ли это или неправильно. Ну, ребят, не нам судить. Могу вам точно сказать. Также могу сказать, что... А, во, какую статистику я вам забыл сказать. Я ее сказал, только не в записи она попала. Без звука я тогда это говорил. То, что вчерашняя игра команды Misfit против фанатиков была номер два по популярности игр на чемпионате мира. Одновременно ее смотрело миллион восемьсот тысяч. Не включая Китай. Если включить Китай с их трансляцией, там числа запредельные. Ну, там вообще все числа будут запредельные. Количество народу разом смотрящий по всему миру матч. Это будет очень много. Но вот если ее Китай не учитывать, который многие не учитывают, исходя из того, что боты есть на китайских трансляциях, это никто не отрицает. Помимо этого нереалистичное число. Иногда какое-то слишком выглядит там. Порти 60 миллионов человек сразу смотрят, что это как-то выглядит нереалистично. Хотя, с другой стороны, у них население миллиард восемьсот миллионов, так что кто знает. Ну, ладно. Китай, я знаю, что большинство не учитывают. То есть и футбол, и хоккей, и олимпийские игры, когда идут какие-нибудь шоу, смотрят именно количество американцев, европейцев, японцев, допустим, добавят. Но китайский сегмент не учитывают. Так вот, миллион восемьсот тысяч вчера смотрели вот ту игру. Это был пик. Там среднее количество было другое совершенно. Так есть. Ну и кому интересно, наверняка здесь у нас Dota Fapper есть. Они спросят, ну и че там? В Dota было 10 миллионов разом. Да, 10 миллионов разом. Только там это с учетом китайцев было. Ладно, у нас здесь началась война. 3-1 у нас счет. Команда Фанатик сломали эту вышку, и битва закончилась. Странно немножко эта битва произошла. Минг ворвался, кинул ульту и не попал толком. Короче говоря, по популярности получается чемпионат мира по Лиге Легенд популярнее пока что. Ну и вряд ли станет уже менее популярнее, чем Интернешнл 7. Но это опять же связано с тем, что надо учитывать китайцев, либо не учитывать, сами решайте. Чем у Dota призовой фонд больше, чем в Лоле? Все очень просто. В Лиге Легенд это профессиональная лига, где люди зарабатывают деньги зарплатой. Помнишь, что где когда есть такая передача? Там раньше говорилось такое. Это место, где каждый может заработать деньги своим собственным умом. Так и здесь. Каждый может заработать деньги своей собственной игрой. Каждый из этих игроков на контракте не у своей команды, а у Риотов, у компании Риот. И Риоты платят им зарплату. И они подписывают контракт и зарплата для каждой команды. Помимо этого есть еще стандартные контракты с командой, которые включают там спонсорские деньги. У Dota там немножко другая система идет. Если взять годовую зарплату для каждой из команд, то призовой фонд будет в несколько раз выше. Но мы это учитывать не будем. Не будем считать чужие деньги, ребята. Какая у них зарплата? Я не могу это точно сказать. Я знаю, что в следующем году на команду ЛЦС Европы выделено будет полмиллиона долларов. Или евро. Нет, евро. Евро. Полмиллиона евро. На команду ЛЦС. То бишь фанатики в следующем году играют в ЛЦС Европы? Играют. Вот их команде от Риотов будет дано полмиллиона. Играйте весь сезон и в ус не дуйте. Дели сам. Узнавай. Ну, я же не знаю, спонсорские еще какие деньги там идут. Они же тоже есть. То есть у каждой из этих команд еще... Вон, AMD мы видим на плече AMD надпись у каждого игрока фанатик. Также надпись монстр, энергетический напиток. Я думаю, за это тоже идут неплохие деньги. Довольно неплохие. Вплоть до того, что один выход с такой рубашкой на матч может дойти, знаете, до 400 евро. Просто за то, что ты сыграл в этой рубашке. Вполне реально, такие цифры могут быть. Полляма на сезон или сплит? А, да, сплит, сплит имеется в виду. Ну, то есть на сезон это год, сплит это полгода. Контракт подписывается на полгода всегда. И первый контракт пробили тему H2K. Они подняли шум. Сказали, что уйдут из Лиги Легенд. Если не поднимут, бла-бла-бла. Короче, Риоты согласились и дали им полмиллиона. Ну, не только им, а всем. Ну, все, ребята. Просто сегодня, я говорил, эти команды очень медленно играют. Но при всем при этом они любят тимфайтиться. Поэтому мы ожидаем. Вот сейчас уже стадия игры начинается 22-ая минута. 3-1, слава богу, хоть какой-то счет образовался. Но скоро начнется 5 на 5 сражение. Давайте смотреть, что у нас произойдет. Пока единственный, кто ни в чем не участвовал, игроки, это Жауху. Он ни киллов, ни ассистов не заработал и даже не умирал. Ну, у команды фанатик ни киллов, ни ассистов не заработал с УАЗ. Но он хотя бы умирал. 3-1 счет. Минус дракона. Второго себе организовывает команда РНЖ. Забирает для лет ми второй уже стак. Это очень неприятно. У него 8 стаков. Очень тонковый чигат образуется. Напоминаю, что у него 160 хп будет. С 16-го левела за каждого дракона взятого добавлено 8 драконов. Умножаем на 160. Получаем то самое число. Плюс за счет этого увеличивается сила его ульты. Но это не так важно. Тут у нас ловят Суаза. Суаз должен будет ультануть кого-нибудь. Ультует он в Минго. И может сражаться 1 в 2. Но пока он ждет, чтобы его команда сюда подошла. Потому что напоминаю, что он не очень любит сражаться. В соло хорошая ульта от Брокса. Ловит Минго. Это минус. Нет, не Минго. МЛХЖ. Я что-то перепутал с Мингом его. Его убьют здесь, потому что статов у него все еще нет. Там 15 секунд, по-моему, держится ульта. Если я не ошибаюсь, Трандла. И статы все еще ему не вернулись. И просто Сиджуани с тонной ХП, но без армора, становится просто бесполезной. Видел новый видос с Янкозом? Да, конечно, видел. Криоты же его сами рекламировали. Красивый ролик. Мне очень понравился. И нравится, что Янкозу нашли, так сказать, дело. Потому что Янкоз по мне очень сильный джанглер. И зачастую не он виноват, что его команда вылетела с европейского чемпионата на четвертом месте, получается, на пятом. Четвертое, пятое. И не попали на чемпионат мира. Не его это проблема. То есть мета немножко поменялась. И надо играть танков. Когда он играет танков, он зарабатывает киллы для своей команды. Но, блин, тебе нужен хороший адекерий. Тебе нужен хороший медлейнер. Доброе утро. Всем спасибо тому, кто подписался на канал. Пока ты подписывался, у нас здесь реклуса поймали и сожрали. Это все из-за тебя, кстати говоря. Потому что этот звук, кто не знает, который я поставил ради шутки, это звук из аниме Резеру. Этот звук означает предсмертный хрип. Или как там, клич, лик или что-то в этом роде. И вот предсмертный клич это был именно для Реклуса, а возможно еще и для Суаза. Два килла команда РНЖ уже зарабатывает подряд. Как же мы пропустили, как Реклуса здесь поймали, непонятно. У него был, по-моему, флеш, но он под Сайленсом, который накинул на него Лэтми, прожать его не смог. Потом попал в подкидывание. Его съели и начинает делать команда фанатик на Шора. Ой, против команды фанатиков РНЖ начинает делать на Шора. Есть Брокса, который сейчас делает на Шора, я уверен. Он застилит, он может. Он способный малый. Давай, Брокса, твой выход, Брокса! Ну, пф, 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 ясно. Все ясно, понятно. Джейзис дает флеш подкидывание по двум игрокам, ловится здесь УЗИ. Брокса даст ульту и, скорее всего, убьет УЗИ. Но УЗИ выживает, серьезно! УЗИ съедает печеньки, печеньки его хилят. Ну ладно, здесь появился Реклус и все исправит. Говорит, да что же вы такие немощные-то? И продолжает бить Чагата, которого тонну хп. Подкидывание Реклуса ловит. Да что ж, такие немощные, спрашиваешь ты. Да вот почему! Вот почему мы такие немощные. Брокса, Брокса! А я в тебя подумал. Давайте смотреть повтор, как попался Рекласс Потому что все началось отсюда Телепортация была на Райзовской ульте Ворвался Лед Медал Сайн Сразу надо было отфлэшиваться Мгновенно, когда на тебя выскочил большой чагат со спины Надо было отфлэшиваться Броксу здесь откинуло 300 на своей ультой Но Броксу сам ошибся, если честно Я не говорю, что я бы это сделал точно Могу 100% сказать, что да На шорпита я бы добрался И любой бы из вас добрался Тот, кто играл в Лигу Легенд И понимает, как работают эти чемпионы Когда у тебя есть два гапклоуза У тебя есть флэш и ешка У тебя есть два варианта, как ты можешь это сделать через ешку И тебе отменят твою попытку нажать флэш Либо сделать флэш и ешку И тогда тебе никто ничего не отменит Да на шорпита я бы добрался Другое дело, что смайт бы не нажал Возможно, не успел бы Это факт Но добраться туда внутрь точно бы смог А он даже внутрь не смог добраться Его выкинули Потом печеньки Просто УЗИ спасает Редкий случай, когда печеньки могут кого-нибудь спасти Но они еще иногда Знаете, когда вы от Игнаита догораете Могут вам помочь Но вот прям вот, чтобы в тимфайте их есть и стрелять УЗИ нам мог УЗИ с двух рук По-македонски Убил У нас попытка улететь Да, Жауху улетает Жауху делает, кстати говоря Тот самый билд, про который Бьерксон говорил Что это стандартный билд Помните, я вчера эту тему обсуждал с вами Без Морелла Номикона Без Руа Но с каплей То есть у вас капля Абис, Алмазка, Войт, Ставк Ну, КДР-ботинки Либо мерки Тут уже сами выбираете Это без Морелла Номикона А если вы играете с Морелла Номиконом То вы играете Руа, Жоня, Морелла Номикон Ну, обычно Вот такие вот билды у нас получаются Но там нет капли тогда Вчера мы просто К чему я эту тему так долго поднимал Потому что у нас Райз от Фейкера Очень странный билд играл В свой собственный Где он собрал Комбинацию Бьерксона билда И Дженсона билда В чем смысл убивать Морского дракона Размен на какой-то Серьезный объект Не учитывая Чагата Ну, во-первых Оушен Дрейк Считается Early Game драконом То есть у драконов Тоже есть стадии игр И, например Оушен Дрейк Гораздо полезнее В ранней стадии игры Нежели Инфернал Дрейк Если честно То есть если ты знаешь Что игра закончится За 20 минут Ну, допустим Как-то вы договорились С пацанами Что просто, знаете Как в футболе Там было во дворе Играем 10 минут Или до победного гола Потом Типа того Ну, так вот и здесь Если вы знаете точно Что игра закончится За 20 минут Оушен Дрейк Это то, что вам нужно А не Инфернал Инфернал вам ничего не даст В эти 20 минут Бесполезность Маунтайн вам тоже Не особо что-то даст Скорость передвижения Оушен это лучшие драконы Которые есть в начале Вообще Самая лучшая комбинация Драконов Без учета Тройного дракона Ну, то есть Что вы 3 сможете взять Считается 2 Маунтайна Инфернала 2 Инфернала Но второй По лучшести Считается 2 Оушена 3 Инфернала Ну, или 2 Инфернала Потому что так оно и есть Оушен Дрейк Дает вам регенерацию На линии Вы без маны Без хп Никогда не остаетесь Вейвы приходят Каждые 30 секунд Вейвы убиваете За 10 секунд После этого Вы 10 секунд Восстанавливаете себе хп Соответственно Вы можете В эти 10 секунд Которые вы убиваете Этот вейв Харасить оппонента И идти просто В наглый минусовый размен Для себя Но так как у вас есть Оушен Дрейк Он вам восстановит Не забывайте об этом Когда вы играете в соло-ку И вам дракон Какой-нибудь там Варвик или Шиван Или какие-то там у нас есть Чемпионы Которые очень легко Заберут дракона С самого начала игры Если они вам выбили Уже Что? Суаз Ты куда ультанул? Ну у Суаза Большие проблемы Конечно Он является контрпиком В некотором роде К Чегату Но видите Он вообще не может Этим пользоваться Там еще Оушен Дрейк Шикарно Вот РНГ Восстанавливает Если вы договорились Что 20 минут Игра Не, ну допустим Вы на победу играете Но у вас есть там 20 минут только И победит тот Кто После 20 минут У кого будет больше золота Выгоднее Оушен Дрейка Конечно же Брать А утратить время На Инфернала Это невыгодно Да По колено Чегату Он Трандл Который является Контроль К Чегату Вообще ничего сделать Не может потому что У Чегата Я так понимаю Одна ульта Это стак с Реклос Два стака с Дракона И еще один стак с Нашора Если я правильно понял Ребят С того получается Вот такая вот у нас Ситуовина Ловит здесь опять Жауху Жауху пытается убежать На этот раз Не получится Очень быстро Конечно же Перепрыгивают Здесь фанатики Под ускорением Влетают Ну здесь немножко РНЖ Приспустили Так сказать На свою игру Они перестали Пушить 4-1 Запустили они Режим 3-1-1 Чтобы держать Под вышками Команду фанатик Чтобы они на базе Так сказать Сидели С одной стороны Это хорошо С другой стороны Видите Можно выловить Какого-нибудь игрока И так как В этом билде Нету Жони У Жауху А сейчас Он его собирает И собирает Уже ситуационно Потому что Думает Блин 3 на 3 Ой тут ловит У нас Капс Капс вынужден Был пофлэш Можно кстати воевать Как бы Райз Женет До конца Надо воевать Ловит Лэтми Перекидывание Дают по нему Но он отфлэшивается Перекидывание Еще одно Дают по нему И Лэтми Должен будет умирать Но откатилась Ульта Мэлэкши Дает он ее И не выходит Ничего РНГ Легко Избежали Этой битвы И самое смешное Могут вернуться Дальше на линию Фармиться Потому что ХП и мана Уже вся восстановилась 10 стаков У него Да он 4 стака Заработал Значит еще один стак Где-то взял Я какой-то пропустил А он 3 дракона Наверное взял Через стаки 3 дракона Реклос И 6 стаков Скрипов 10 стаков Это максимальное количество Которое влияет на размер Чигата Анимационный Все остальные стаки Они тоже добавляют Вам количество ХП Они точно так же Работают Как и обычно Кроме ситуации Что они больше Не увеличивают вас В размерах Чигат нажимает ульту Но тут-то даже Уже не обязательно Телепорт из них Не обязательно даже Будет прибегать Ты уже Выиграли это сражение Команда РНГ Жутко битая команда Фанатик Капса Легко убивают Ничего не могут Фанатике противопоставить Команде РНГ Связано это с тем Что они отстают по золоту Связано это с тем Что у них Нет какой-то координации В действиях Ну и Реклос Еще по-прежнему Не собрал Вообще ничего На убийство Сиджуани и Чигата Он вечно должен Их только убивать В первую очередь А здесь проблема Ребят Как бы это смешно Не звучало Ну это еще один Кстати стаг для Чигата Нет Нет Решили не давать Стаг Чигату Одиннадцатый Реклосу надо Покупать Ласт Виспер На резалку от хила И покупать еще Боттерк Вы понимаете Насколько это глупо Потому что Слишком много Хэповый чемпион У команды РНГ И хоть и есть Резалка на отхил У Капса Но Реклос Не может себе позволить Надеяться на эту Морелку только Фанатиков есть Замена Туплейна Чего вы так На трандлы гоните Он его старался Фанатиков Если я правильно помню Ну замена Есть только Саппорта Они привезли с собой Саппорта второго Но это по сути Их аналитик А не реальный Игрок Который выйдет На сцену То есть они Без замен Играют Да И Мелагжи Уже держит Спокойно Суаза За никого Спокойно Дает Патранлу По лицу И все хорошо Товарищ Судья Можно ли ударить Так У нас здесь Лет Миколовит Статы у него Своровали Но у него Тон на хп Прожимает Гаргулю Гаргуль его Кстати не спасет Порезали Такие фанатики Этого Большого Динозавра Дальше у нас Летит капс Чтобы отдаться Молодец Отдался Когда вы мертвые Ребят Нельзя отключить Стену Стена Все еще не отключается Он зазонил Свою собственную команду Я не знаю Почему капс Решил что сейчас Будет Шикарная идея Туда полететь Ну это Это какой-то Квалити гейм Ребят Вот реально Квалити гейм Идет От капса И вообще От всей команды Фанатик Вот Да Ну вы поняли Если вчерашнюю игру Ребят Я охарактеризовал Как игра Достойная финала Чемпионата мира Это факт Игра достойная финала Там и накал страстей Первая игра с том Потом два камбека Где в каждой игре Пытаются Придумать СКТшники Как справиться С этими Саппорт-энгейджерами Потом забирают Себе триста Начинают Жесткую игру Четвертую Играть Там до Финального сражения Потом играть Пятую игру До финального сражения Все Классно Да Там были ошибки Обоюдные Но их было меньше Чем уже в этой Их было меньше Во всей вчерашней серии Из пяти игр Чем Сегодня в одной Этой игре Причем обоюдно Здесь и Жао Ху Который уходит Сплитпуш 3-1-1 Без билда Дженсона С Джонни Раш Здесь тебе И Лэтми Который вот так вот стоит И спрашивает А команда подойдет Или как А команда будет Сегодня А команда выйдет Помните это В дворе В дворе Там приходите Не хватает Одного пацана Чтобы в футбол Поиграть Идете там К тете Галине Маме Игоря Какого-нибудь И спрашиваете Тетя Галина А Игорь выйдет? Ну вот так и здесь Сейчас Чигата Спросила А моя команда выйдет? Как бы Мы будем сражаться Или чего? Я как бы могу танковать В течение 15 секунд Говорит Лэтми Причем под вышкой А можно вы Просто будете у меня Стоять за спиной И убивать их? Зачем мы сприт пушим Ребята? Кто-нибудь мне расскажет И вот сейчас Возможно Они догадались Что больше не надо Сприт пушить Стоит пойти Просто по одной стороне Это талия Которая лучший мидер Лучший мидер Европы По мнению Капса Не мешайте ему Если зайду домой То мама не выпустит больше Да Мне нравится Чагат говорит А команда выйдет Ему не ответили Он говорит А скиньте тогда Капса Хотя бы И Капса скинули Эта шутка мне нравится Этой шутке Я ставлю плюсик Скиньте Капса Тогда хотя бы Капса скинул А скинула Мама фанатик Ну и сейчас Суас вынесет попить Я думаю Жао Ху Потому что Жао Ху Как бы Тонна магического урона А Суас Ничего на магре С толком себе не собрал Ну как У него есть предметы На магресс Но они не такие Отличные Против именно Райза Там нужен адаптивный шлем А не спирит визаж Спирит визаж Это как раз Чтобы с Чагатом Сражаться 8-9 Счет 10 тысяч Преимущество Эта игра К сожалению Ребят Заканчивается Не в пользу Фанатик И двойное Мое сожаление Заключается в том Что Фанатики не смогли Победить Даже с таким Сетапом То бишь Что будет с ними Если РНЖ Без Сараки Будут играть А с нормальным Чемпионом Типа Лулу Жанну Возьмут себе Вот это странно Хотя с другой стороны Если фанатики Заберут себе Жанну Но при этом Забанят еще Лулу С Саракой Интересно Чем будет Минк тогда играть Ну тогда он Райкана возьмет Да я сейчас так подумал Это будет еще хуже Хотя Жанна является Контроль к Райкану В некотором роде Но мы видели Эту Контру Чагат тут просто Издевается от Лэтми Однозначно МВП этой игры Это Лэтми Жауху Дженсона Показывает Здесь у нас Дает ульту Вместе с Джонни Остается в живых Ой Пропал с карты Куда-то у нас Капс Дело в том Что ребят Гаргуля хоть и не работает На усиление урона От Чагата Ульты Но так как у него Уже 14 стаков Там Ну ладно Там не 14 Там 12 стаков Если я правильно понимаю А у него 12 умножаем на 160 Узнаем Сколько там ХП дополнительное идет И ну судя по тому Что я вижу ребят У него 6к хп 6000 хп Дополнительных здесь Порядка 4000 хп Процент скейла Я не знаю какой Но урон там Где-то порядка 1700 должен быть Сейчас ульты Что-то в этом роде То есть ему стоит Попасть 1-2 спела По врагу И можно убивать И понятное дело Без Боттерка Рекласу здесь вообще Делать нечего Реклас сейчас пытается Конечно отпушить Три ингибитора убиты Рекласу Надо срочно продавать Ботинки Покупать себе Боттерк И тогда у него Появится урон И по Чагату И по Сиджуане И все еще Их сетап сильнее Я это не отрицаю Но догадается ли Реклас о том Что есть такой Великолепный предмет Я видел одну игру Ребят Это была игра В ладере Челленджер Ладер Челленджер Я не увидел Сколько ульта нанесла Или нам не показали Показали нам Сколько ульта нанесла Я пытался увидеть Белого цвета надпись Но так и не нашел ее Там автоатаку Тристана нанесла По Капсу Сняла ему 2 трети хп Щиток доложана И потом бах Съедают и все Кстати рекорд Рекорд чемпионата мира По количеству Убитых крипов 690 Кто не в курсе Точное число Я вчера узнал 690 На данный момент Считается рекордом По количеству крипов В одной игре Компетив Как говорится Чемпионат мира И здесь у нас пока 524 Рекорд не догоняет Но рекорд сейчас Должен менять ботинки На Боттерк Это я уже говорил Так вот я хотел сказать То что я видел В соло-ку В чаликах Это по-моему Американский соло-ку Был то ли шифтер И смотрел То ли по белтера Там парень Купил себе 2 ласт виспера Ну точнее Купил вот этот ласт виспер И потом заменил Второй ласт виспер На усиленный урон По танкам Потому что Ну нужно было У него не было денег На Боттерк сразу И он купил Вот за 1000 золота Ту составляющую Это зарешало В одном из тимфайтов А потом он купил Себе уже боттер Ну что ж Пошла инициация От команды фанатика Другого варианта Для них нету Чигат они убивают Время идет А Чигат все стоит Еще одна ульта Брокса На этот раз Чигат все еще стоит Они все еще его убивают Когда-нибудь наступит день Что Чигат умрет Но этот день Наступит не сейчас Дай хард Чигат Настоящий Брюс Уэллис Не хочет умирать Крепкий орешек попался Был бы Боттерк Я думаю его бы убили Прямо здесь И прямо сейчас Потому что с каждой Автоатаки Дополнительно шел бы Процентный урон От ХП Врага Оставшегося Ну с каждым Автоатакой все меньше и меньше Конечно наносилось бы Но Зато начало Было бы неплохо И Чигат уже фулл ХП Потому что там два Оушендрейка И Вармок Перекидывание дает по УЗИ УЗИ тут же прожимает И перефлешивается Потому что понимает Что его здесь жестко Так побили Инициация от МЛХЖ Мимо Подкидывание идет Ловит здесь у нас Суаза Видите как обороняется Команда фанатик Это я веду к тому Что у фанатиков Сетап то сильнее Это доказательство Того что ну как бы Все верно У них сетап сильнее Они просто отдали Мидгейм Из-за того что Не понимали что им делать И самое главное Сейчас они просто Сражаются против Трех вейвов Крепов И нашоров И всяких бафов Дополнительных Но если они смогут Как то выстоять Против трех ингибиторов И закомбэкать эту игру Это будет конечно же Маст Си Хотя опять же Надо смотреть за Рекласом Что он там покупает Ну а мне кажется Он все еще боток не покупает Последняя вышка падает А это значит Можно будет тык в Нексус Сделать Все можно делать тык в Нексус Начинает тыкать уже Жауху его Инициация пошла От команды фанатиков По МЛХЖ Но тот отходит в сторону Откачивает Новые крипы подходят Капса пытается поймать Здесь Брокса Ловит Брокса пытается убить МЛХЖ не получается Сарака дает ульту Но это все тлен Много урона идет От команды РНГ Также много идет От команды фанатик Но если Реклас не бьет Никто урон не наносит Все Зажали их под вышку Реклас пытается здесь пострелять Но Лэтми стоит стеной Его перекидывают Под фонтан Но фонтан не успел Даже выстрел дать Игра заканчивается В пользу команды РНГ Я не собираюсь критиковать Здесь по поводу Рекласа Билда Что он так и не купил себе Боттеркс Не заменил даже ботинки Хотя деньги наверняка Были на это Не надо было проигрывать Мидгейм Где абсолютно ужасно Отыграл Брокс Абсолютно ужасно Отыграл как раз таки Топлейнер Много ошибок было По их ротациям на карте И не забывайте Что они отдали еще Ферстблат вышку Очень важную Которую могли спокойно Дефендить Через Чагата Против Чагата За счет Трандла У вас Трандл против Чагата На линии Вы сами пикнули Трандла Против Чагата Как вы умудрились Проиграть эту линию Умудрились Какой счет 1-0 Ребята Идем на перерыв Думаю серия будет Все же дольше Чем 3 игры Против Чагата РНГ Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...